О работе Ульяновского отделения Ассоциации юристов России сегодня нам расскажет начальник Государственного правового управления администрацией губернатора Ульяновской области Алексей Сергеевич Преображенский. Алексей Сергеевич, здравствуйте. Не так давно Ульяновское отделение Ассоциации юристов России, которое возглавляет наш губернатор Сергей Иванович Морозов, а вы являетесь его замом, заняло первое место по стране. По каким показателям оценивалась работа Ассоциации? Еще раз добрый день, уважаемые, в том числе и видеослушатели. Наше интервью по видео передается. Действительно, Ассоциация юристов России, общероссийская общественная организация, которая работает по всей нашей стране, во всех регионах, созданы региональные отделения. У нас в регионе возглавляет наш губернатор Сергей Иванович Морозов, есть совет Ассоциации юристов, куда входят представители всех юридических направлений региона, то есть прокуратура, суд, нотариус, адвокаты, научное сообщество. В общем, все-все-все, я уже даже не буду перечислять, судебные приставы, частно практикующие юристы. Удалось под эгидой Сергея Ивановича, благодаря его, скажем, большой работе, действительно, юридическое сообщество региона сблизить. Он уже, фактически, с 2011 года возглавляет региональное отделение, поэтому работа большая была проведена. И вот рейтингование нашей Ассоциации юристов регионального отделения показало, что в этом году единоличные мы победители. У нас по критериям получилось 4,8 баллов из 5 возможных. В этом году на чистом первом месте, в том году еще разделялись рядом регионов, калининградским и астраханским отделениями тоже было по 4,8 баллов. В этом году мы абсолютно первые, и у нас на втором-третьем месте отстает Свердловская, Ставропольская, а также Астраханская, как в том году. Но в любом случае на первом месте это очень радует, это показатель работы всего юридического сообщества региона. Критерии самые простые, это и численность участников Ассоциации юристов, у нас уже более 700 человек в регионе, включая студенческое направление, кандидат в Ассоциации. Наличие местных отделений, в каждом муниципальном образовании у нас есть отделение местное. Кроме того, это участие в общественной жизни. Мы выиграем многие гранты, начиная от президентских и заканчивая муниципальными. Освещение в средствах массовой информации здесь, вам спасибо за ту работу, которую вы проводите, потому что наша деятельность, особенно в части бесплатной юридической помощи, она связана с информированием граждан. Потому что через вас мы отвечаем и на вопросы, через вас мы информируем о пунктах, где можно оказать бесплатную юридическую помощь, о телефонах, по которым можно позвонить. Поэтому здесь огромное спасибо. Ну и в целом, если брать у нас все региональные отделения Ассоциации юристов, они поделены на круга, так же, как и на уровне Российской Федерации. И у нас губернатор является не только представителем регионального отделения, но и окружного в рамках Приволжского федерального округа. Приволжский федеральный округ также первое место занял по итогам этой работы. Поэтому это действительно высокая оценка в этой части. Мы очень рады и будем стараться в этом году еще выше балл набрать. У нас есть еще 0,2 десятка. Совсем недавно, накануне праздников, 3 марта, состоял заседание Совета Ассоциации регионального отделения Ассоциации. И там поднимался вопрос, вернее, был представлен проект концепции регулирования рынка профессиональной юридической помощи. Для чего эта концепция нужна вообще и какая ее цель? Ну, действительно, очень важный вопрос. Огромное спасибо за него. На протяжении последних лет очень активно вопрос обсуждается, что фактически такое концепция реформирования. Это адвокатская монополия. То есть смысл в том, что любая юридическая помощь, она должна быть профессиональной и, соответственно, должна оцениваться. Очень много в последнее время стало случаев, когда лжеюристы приглашают граждан, обещают им золотые горы. На самом деле, в лучшем случае просто проигрывают дело, в худшем оказываются аферистами, которые с деньгами вообще уплывают. Вот, для того, чтобы все это не было, разработана Министерством юстиции Российской Федерации концепция реформирования. Предполагает, ну, чтобы проще говорить, юридическая помощь в государстве может оказываться исключительно адвокатами. То есть это по договору, когда предлагают. А адвокат должен иметь соответствующий статус, состоять в коллегии адвокатов, экзамен сдавать. И все, над этим Минюстом осуществляется надзор. Конечно, это абсолютно не лишает любого гражданина самого защищать свои интересы. Это право любого. И юристы, которые работают в организациях, они тоже вправе представлять интересы своих организаций. То есть ключевое, это здесь убрать с рынка так называемых игроков, которые фактически не подпадают ни под одну из этих категорий. И тем самым, фактически, они там 95% вот из них, это те, которые проходимцы и аферисты. А как отличить вот обычному гражданину аферисты это или настоящие? Дело в том, что в настоящий момент может представлять интересы в судах любой у любого. То есть я, даже не являясь юристом, я могу представлять интересы гражданину. После принятия законопроектов я должен буду обладать статусом адвоката, чтобы представлять интересы. А когда я уже адвокатом являюсь, вся система контроля, надзора, она включается в отношения меня. То есть случайно человек не будет. Просто суд уже не примет ни заявление, просто не пропустит случайного человека на заседании. Очень важно, это будет касаться каждого. Концепция сейчас обсуждается, но начиная где-то с 2017 года уже должны быть приняты все законодательные акты. И она должна уже не концепция, а система вот такой вот оказания юридической помощи в стране заработать в полном объеме. Ну то есть еще год где-то минимум ждать. Ну вот, в настоящий момент заканчивается обсуждение концепции. Мы тоже обсудили на заседании Совета регионального отделения. Адвокаты ее представляли, научные сообщества обсуждали. Мы ее действительно всецело поддержали единогласно, высказали свои даже замечания, предложения, которые будут направлены в ближайшее время Минюст России, Тульянской области. А можно узнать, какие предложения высказали региональный? Предложения, да, еще более ужесточить этот вопрос, потому что и в адвокатской работе всякие моменты бывают. То есть мы отразить, во-первых, необходимо скорейшего принятия все-таки, да. Во-вторых, есть там чисто отдельные юридические моменты, которые необходимо отрегулировать, с помощью которых еще, скажем, больше мы сможем защитить права обычных граждан. Ну, как я знаю, на заседании также обсуждался, вернее, говорили о создании Центра правовой помощи гражданам при незаконном взыскании за должность. Это такая сейчас актуальная тема. К сожалению, вот в нашем регионе произошел случай, когда от коллекторских действий пострадал ребенок двухлетний. И вот благодаря, при поддержке, вернее, ассоциации, по инициативе губернатора был создан такой Центр. Как он будет работать и где будет располагаться, с какими вопросами можно будет обращаться в этот Центр? Действительно, Центр создан, активно работает. Уже работает. Активно, да. Мы подписывали соглашение в конце февраля в дворце ЗАГС торжественно. Вот еще раз момент действительно такой, на наш взгляд, очень важный. Губернатор здесь бросил клич своего рода, и юридическое сообщество откликнулось. И здесь наша общественная палата, Палат справедливости и общественного контроля. Ряд общественных организаций, специализированных, которые занимаются защитой прав граждан. У нас есть общественные такие организации по защите прав потребителей, в частности. Это же тоже фактически права потребителей на финансовом рынке услуг. Подписали соглашение, договорились действовать по нескольким направлениям. На базе нашего действующего государственного юридического бюро, у нас такая организация есть, которая в целом оказывает бесплатную юридическую помощь, мы создали специальный приемный, вот этот центр с телефоном 8 800 113 84. Горячая линия, по которой любой может позвонить, абсолютно там неважно, какая у него заработная плата, какой у него дохода. И, кстати, не только граждане, проживающие на территории Ульяновской области, обращаются, но и из других регионов. То есть это тоже возможно? Да, может позвонить, задать вопросы. Если ему уже потребуется дальнейшее оказание помощи, включая написание заявлений, поддержка, то он уже придет по адресу, там назовут ему, в зависимости от случая. Либо это будет государственное юридическое бюро, либо адвокатское образование. Но вот уже более 10 случаев таких есть в разных районах. А примеры, да? Ну, например, очень простые потребительские кредиты. Кредиты, которые брали на различную покупку вещей, то есть столкнулись с таким непорядочным поведением уже коллекторов. Слава Богу, таких случаев не было, как вот произошло. Но уже помощь нужна. Поэтому работаем персонально, за каждым закреплен человек, который оказывает помощь. Ну и вот уже тоже сведения дошли, что коллекторы уже тоже знают про наши мероприятия и, скажем так, побаиваются. Потому что мы считаем, что каждый такой гражданин, каждая семья, она находится под персональной защитой. Более того, с учетом поручения губернатора, созданный Центр социальной помощи в этой части, поэтому гражданам, которым нужно будет оказать помощь, в том числе, возможно, деньги на выплату частично, вот кредитов, для урегулирования этих моментов, тоже может выплачиваться адресная социальная помощь в соответствии с нашим областным законам. Ну и сайт действует, который в одну строку по-русски пишется, бесплатныйюрпомощь.рф. Там можно все в электронном виде и задать вопрос, и ознакомиться со всеми моментами, которые возникают в работе. Мы настроены абсолютно четко помогать каждому. Ну, в этом мы видим нашу задачу. Ну и следующее направление – это совершенствование законодательства. Мы сейчас анализируем законопроект, который внесли совместно председатели Совета Федерации и Государственной Думы. Готовим от нашего региона предложение в этой части о том, чтобы четко урегулировать коллекторскую деятельность как таковую. У нас мы знаем, что нет такого сейчас, как юридического понятия коллекторская деятельность. Ничем она не закреплена, ничем не регулируется. Это просто по договору соответствующему переводятся права требования с должников. Понятно, что с дисконтом зачастую банками продаются. И репутация тех, кто потом требует, она не проверяется. Никаких требований нет. Поэтому, безусловно, все это будет отражаться в наших предложениях, которые мы до конца марта направим по данному законопроекту. Будем работать. Ну и третье направление важное – это просвещение граждан, которые могут уже в такую ситуацию тоже попасть, еще не попали. Будет издано специальное методическое пособие. Мы грант соответствующий выиграли на 10 тысяч экземпляров президентский. Будем ездить по университетам, по различным организациям, рассказывать, как себя вести граждан в той или иной ситуации, если столкнулись с такими случаями недобросовестного коллекторства, так скажем. Это Вы говорите о брошюре, все, что нужно знать о банкротстве? Да, дело в том, что как раз это понятие очень часто связано. Что такое банкротство физического лица? Это новый институт, этот закон был недавно принят. То есть, если человек понимает о том, что ни при каких условиях его доходы, род занятий не позволяет ему рассчитаться с долгами, то он вправе подать на банкротство, и суд принимает решение, там расстается часть своего имущества, ну и начинает, естественно, не может у него жилища быть единственное забрано, он начинает жизнь заново. Но мы понимаем при этом, что те люди, которые считают, что ему этот гражданин должен, могут продолжить свои действия, те же коллекторы. И поэтому вот эту методичку будут специальные разделы, связанные, как себя в этой ситуации вести. Не проще было бы запретить микрофинансовые организации, коллекторские агентства, чтобы вот таких случаев больше не повторялось. Раньше же не было этих микрофинансовых организаций, не было этих случаев. Но, к сожалению, я с точки зрения финансовой организации нашей системы тут ничего не могу сказать, соответствующего образования я не имею. С точки зрения юридической, я знаю, что очень много организаций действует незаконно, выдает все это под прикрытием, лицензии не выдает, поэтому есть законопроект, регулирующий эти вопросы. Здесь Центробанк является регулятором данных правоотношений. Что касается коллекторской деятельности, дело в том, что бытует такое мнение, что можно вообще запретить. Но, во-первых, фактически она сейчас запрещена, потому что ее нет. Вот к чему это и, так скажем, приводит к тому, что беззаконию. Потому что, я думаю, проще все-таки отрегулировать, попробовать эту деятельность, загнать ее в определенные рамки. Хотя, только практика может показать, что в итоге будет на самом деле. Здесь очень важно, конечно, отслеживать. И в настоящий момент правоохранительные органы тоже очень серьезно занимаются. Прокуратура, знаю, что серьезное внимание уделяет данной работе не так давно. Но прокурор Ленинской области, который также является членом Ассоциации юристов, очень активно в эту работу включился. Ну, не сказать, что он у нее выключался, но дополнительные ресурсы были направлены. Конечно, прокуратура очень сильно поддерживает в работе Ассоциации юристов. Всегда они активно участвуют в днях Казани бесплатной юридической помощи. Совсем скоро, 25 марта, у нас очередной день такой будет. Ну и вообще, в общем-то, помогает в разрешении тех и иных вопросов граждан. Ну, вы сказали как раз про оказание бесплатной юридической помощи. Вы как раз, вернее, Ульяновская область является одним из трех регионов, пилотной площадкой, в реализации проекта Совета Европы и Министерства юстиции Российской Федерации. И для чего, на какой стадии сейчас идет реализация данного проекта? Ну, вообще, проект начал реализацию в мае прошлого года. Ну, то есть, еще года нет. Еще года нет, что это за проект. Действительно, по инициативе Совета Европы и Министерства юстиции, с учетом вот такой политической обстановки, которую, мы надеемся, все выровнятся все-таки в ближайшее время, мы увидим попытки Совета Европы, в частности, все-таки сблизиться с Российской Федерацией, снять вот эти санкции. Данный проект, действительно, приятное исключение, представляет из себя, что реализуется на деньги Совета Европы. Я сразу хочу сказать о том, что он официально совместно с правительством нашей страны в лице Министерства юстиции Российской Федерации реализуется. Смысл его состоит в том, чтобы на базе нескольких регионов посмотреть, что из себя представляет система бесплатной юридической помощи в стране и дать рекомендации по ее улучшению. Потому что, действительно, бесплатная юридическая помощь в Российской Федерации начала складываться не так давно. Федеральный закон начал реализовываться только в 2012 году, который заложил все это. Ульяновская область, безусловно, начала этим раньше заниматься. Мы уже с 2009 года очень активно начали систему бесплатной юрпомощи формировать. И, действительно, по оценкам Министерства юстиции, доклад ежегодно, который формулируют и публикуются в «Разийской газете», кстати, до 1 апреля будет опубликован новый доклад о бесплатной юридической помощи. Здесь Ульяновская область также будет там среди лидеров озвучена. Вот были отобраны несколько регионов. Регион «Лидер» — это Ульяновская область, это Тамбовская и Волгоградская область, которые несколько иной представляют из себя положение вещей в рамках оказания бесплатной помощи. Я не хочу сказать, что там плохо по сравнению с Ульяновской. Там просто по-другому это устроено. И, соответственно, на базе вот этих вот трех разных регионов будет проводиться оценка с точки зрения предложений. В настоящий момент очередной этап проходит. Это социологическое исследование очень серьезное, то есть работа с гражданами, с получателями бесплатной юридической помощи, с теми, кто оказывает. И по результатам вот всей этой работы после проведения в конце апреля в Москве заключительных совещаний, где-то в мае, спустя год, будет дан рекомендации конкретные всем субъектам, как эту систему делать. То есть деньги, соответственно, на все эти исследования исходят. Конечно, здесь это все очень строго проходит. Никаких персональных граждан данных не разглашается. Это исключительно призвано дать поддержку регионам в улучшении работы. Поскольку общемировой есть уровень оказания в таких странах, как Финляндия, Нидерланды, эти системы работают уже много десятков лет, они сложились. Мы тоже, кстати, изучали опыт их в части оказания бесплатной юридической помощи. И буквально многие моменты из их практики у себя реализовали. А что интересно, что переняли на наш регион? Вы знаете, мы старались несколько направлений. Первое, это то, что у нас практически без предъявления каких-либо дополнительных документов граждане вправе уже прийти и получать помощь бесплатную юридическую, вплоть в экстренных случаях буквально и без документов могут. То есть у нас абсолютно нету никаких дополнительных вот этих требований. Плюс это, на наш взгляд, заимствование случаев, категории граждан, которые могут получать бесплатную юридическую помощь. У нас больше всего в России таких категорий граждан, включая, я даже не знаю, кто не подпадает, практически подпадают все. И мы им оказываем. Здесь другая проблема. Многие люди не знают о том, что им может оказана быть высококвалифицированная помощь. Почему исследования проводились? В первую очередь из-за того, что есть такая специфика. Пока людей необходимости нет такой, они об этом не слышат. И только когда ситуация, она требует вот этого оказания помощи, они экстренно начинают искать. Не всегда находят. Здесь, конечно, нужно помогать найти. Здесь принцип сарафанного радио. Если еще несколько лет назад вообще практически никто не знал, сейчас намного больше об этом знают. Количество обратившихся, оно растет постоянно. Ну и второй момент, безусловно, некоторые полагают, бесплатная, значит, это халява, значит, качества никакого. Бесплатная для граждан. У нас и адвокаты получают соответствующие средства из областного бюджета, причем немалые на оказание. И работники государственного юридического бюро. То есть помощь бесплатная для граждан. А для, значит, вернее, при этом она является высококвалифицированной. Это очень важно. Это постоянно объясняется, безусловно. А куда можно обратиться, чтобы не сарафанное радио было? Нет, вот обратиться-то как раз можно во столько количества мест большое. То есть много, да? Да, конечно. В каждом районе у нас действуют и офисы Государственного юридического бюро. Конечно, в районах сельских там по кустовому принципу. Но и адвокаты определены в системе бесплатной юридической помощи. Тот номер, который я уже называл, он единственный в России, он коррекционный. Он у нас не только на Центр работает, он у нас постоянный, который 8800, несколько раз могу называть, 11384. Там специально обученные сидят сотрудники, которые выслушают проблему и направят вас по правильному адресу, где будет оказана эта помощь. Естественно, на всех сайтах, которые я называл бесплатной юрпомощью, в частности РФ, на сайте губернатора регионального отделения, все, кто входит в систему оказания бесплатной юридической помощи, они имеются. Но мы всегда называем этот номер телефона, чтобы он был единый. Человек позвонил по нему и сказал, поскольку рассказывать о том, как это все сделано, кто подпадает, кто нет, это можно часами. Да, проще позвонить. Но я еще раз говорю, даже те, кто не подпадает, и мы видим о том, что гражданам нужна эта помощь, безусловно, мы даже договариваемся с адвокатами, с другими организациями, чтобы бесплатно им оказали. Я не знаю ни одного такого случая, чтобы помощь не оказали. И еще раз призываю граждан обращаться к нам по этому телефону. И лично мне можно всегда позвонить в правительство, мы окажем всю необходимую помощь. Другой случай, бывают моменты, когда нельзя помочь, потому что там гражданин неправ. И тяжело объяснить. Вот вы неправы. Гражданин всегда считает, что он прав зачастую. Но хотя нельзя отметить очень много скромных, кто действительно имеет право, но боится, стесняется обратиться за нарушенными правами. Действительно, нарушение имеется прав и стороны муниципальных органов при различных выплатах. Действительно смотрим. Зачастую это связано с несовершенствованием законодательства, когда просто подстраховать себя хотят. Понимаете, их тоже проверяют. Конечно, очень много жилищных проблем, правоотношений, то есть там с тарифами связаны, неправильно посчитали, трудовые правоотношения. То есть фактически все-все-все моменты бывают. Я уже не говорю наследственное, семейное право, когда сделки какие-то совершаются. Очень много случаев. Мы планируем, что где-то в течение еще апреля мы поработаем и по итогам первого квартала, наверное, какое-то совещание проведем, на котором публично, наверное, даже разберем такие вот моменты с согласиями граждан, если они согласятся, где была оказана им помощь. Это было бы неплохо, да? Выиграем суды, есть выигранные суды, немалое количество действительно. То есть мы будем выпускать какой-то специальный тоже бюллетень в этой части, где расскажем. Наша задача рассказать не то, как мы хорошо работаем, а то, чтобы граждане знали, что есть те люди, которые им безвозмездно помогут отстоять их права. Алексей Сергеевич, Вы не только отвечаете за работу Ульяновского регионального отделения, ассоциации, но еще и за комиссию по законопроектной деятельности всей Ульяновской области. Она уже два года работает в новом формате, координирует всю правотворческую деятельность региона. Какие планы комиссии на 2016 год? Да, опять же-таки надо сказать, действительно важная роль принадлежит комиссии по законопроектной деятельности, которая сформирована совместно губернатором, законодательным собранием, общественной палатой, палатой справедливости и общественного контроля, ассоциацией юристов. Действительно, орган, который несколько лет последних работает координирующим, чтобы все инициативы законодательные сопровождались с самого начала, чтобы обеспечивался принцип нулевого чтения законопроектов. Так называемые сырые инициативы не выносились в законодательные собрания, а до этого прорабатывались, в том числе с органами прокуратуры, юстиции, уполномоченных по противодействию коррупции. Вся эта работа идет. Удалось сейчас отстроить. Огромное всем спасибо. Опять же, региональные инициативы существуют, есть федеральные. Совсем недавно был принят и подписан на днях президентом федеральный закон, так скажем, в переводе времени, который также проходил через эту комиссию. Еще ряд законопроектов есть, которые принимались уже федеральным собранием по инициативе законодательного собрания, потому что законодательное собрание как раз обладает правом законодательной инициативы. Мы лишь туда направляем. Поэтому действительно отслеживаем изменения федерального законодательства. Очень много, конечно, законов технических, которые, так скажем, просто вносят изменения в наше региональное законодательство. Но, тем не менее, это важная работа. Если не внести вовремя изменения, то можно получить и акт прокурорского реагирования. Очень большая работа как раз по формированию нового нашего законодательства. Здесь и направление противодействия коррупции, и различные социальные меры поддержки. И все, что связано в том числе с капитальным ремонтом жилья, в том числе меры поддержки на капитальный ремонт. Огромное количество и пласты этого законодательства. Все проходит через комиссию. Конечно, тоже где-то мы не усматриваем. Есть проблемы. Но я думаю, потом уже в рамках нашей общей работы, в том числе и в комитетах, комиссиях законодательного собрания, они снимаются. Таким хорошим фильтром, безусловно, стала комиссия для принятия актов законодательства. Ну и то, что нет актов прокурорского реагирования на вносимые в последнее время законы, это тоже большой показатель всей нашей совместной работы. Здесь и органы прокуратуры, действительно, все наши инициативы предварительно перед их принятием просматривают и дают заключение в том числе. То есть работа очень большая, очень важная, действительно. Какие изменения в законодательстве произойдут в Ульяновской области в этом году, такие наиболее важные? Ну, как я уже сказал, здесь несколько блоков. Первое, это связано с антикоррупционным законодательством. Это дополнительные, опять же, требования к статусу государственных служащих, муниципальных, лиц, замещающих должности, к тому, чтобы они отчитывались в своей работе. Если раньше, опять же, у нас депутаты отчитывались о своих доходах и расходах только те, кто постоянно работал в органах, то теперь любые... Вот недавно был, кстати, суд, когда чиновник местной администрации города Ульяновска, тут комитет по дорожной деятельности, был по решению суда по иску прокуратуры решен в лице его жены квартир в Московской области на 21 миллион рублей, поскольку не мог доказать свои расходы в этой части. То есть это работает. Безусловно, целый ряд изменений коснется нашего инвестиционного законодательства, которое признано лучшим в стране. Безусловно, мы здесь работаем в этом направлении совместно с первым заместителем губернатора области, с Микальным Александром Александровичем, которым уже на протяжении многих лет создавали эту систему. В этой части будем еще лучше улучшать. В частности, в сфере государственно-частного партнерства будет у нас новый областной закон. А то, что государственно-частное партнерство работает у нас в регионе, это безусловно. Тоже Волгаспорт-арена, который был построен по договору государственно-частного партнерства, он тому свидетель, совсем недавно в нем успешно прошел чемпионат мира по хоккею с мячом. Поэтому действительно очень много законодательства. У нас каждый день губернаторам подписываются по 10-15 правовых актов, ненормативных, нормативных. Мы их всех отсматриваем, даем по ним заключение, чтобы они соответствовали законодательству. Работа зачастую очень нудная, но нужно это, безусловно. А так, вот хотелось бы в части законодательства сказать, что у нас 1 января в том числе и оценка регулирующего воздействия на нормативные акты, все касаемые бизнеса действуют активно, и на социальные. Очень много в нашем законодательстве. Ну, конечно, я наше законодательство идеальным назвать никак не могу. Периодически возникают какие-то вопросы, когда что-то не предусмотрели, какие-то пробелы. Ну, это свойственно законодательству вообще всему. В этой части мы, конечно, стараемся как можно быстрее посмотреть, внести изменения, если действительно оправдано оно, чтобы быть на стороне гражданина. Спасибо, Алексей Сергеевич, что пришли к нам в студию и ответили на эти важные вопросы. С большим удовольствием. Спасибо. До свидания. Субтитры создал DimaTorzok Продолжение следует...